Всем привет! До старта последнего сезона самого грандиозного сериала современности осталось всего ничего, а возможно даже когда вы будете смотреть это видео, восьмой сезон уже гремит на полную. И все же уверен ответа на один, главный, сакраментальный мать его вопрос, а чем же все завершится у вас все еще нет, иначе что вы здесь делаете? Так вот, к чему это все? Дело в том, что в самый последний момент на аванс сцену вышли главные творцы последнего сезона шоураннера Игры Престолов Дэн Вайса и Дэвид Бенёв с просто более чем громкими заявлениями, касающимися именно концовки сериала. Ведь во-первых, Бенни Вайса состряпали на днях плейлист для Спотифай-стреков, в одном из которых или в парочке из них на 100% зашифрован главный ответ всей истории, то есть чем же все завершится, по словам самих же Дэвида и Дэна. Ну и второе, тут ребята намекнули, что самоуверенные звезды сериала, возможно, вообще нихрена не знают о том, какой будет концовка, то есть на съемках провести удалось даже их. Короче, доставайте свои шляпы и черные очки, и давайте-ка сейчас, переоблачившись в детективов, попробуем разгадать главную тайну финала. Так что, вперед! Ну а всех, кто любит не только Игру Престолов, но и супергеройское и эпическое кино, я приглашаю посетить мой второй канал, где мы регулярно обсуждаем все новинки, разбираем трейлеры, теории и все прочее, в общем, как вы любите. Ссылка под видео, обязательно посмотрите. Итак, давайте для начала начнем с загадочного плейлиста шоураннеров. Как сообщил ресурс Digital Spy, Дэвид и Дэн сделали новую подборку треков для восьмого сезона. Кстати, в прошлый раз, я имею в виду перед седьмым, они уже тоже так делали. И вот по словам самих шоураннеров, ответ на главный вопрос, мучающий сейчас фанатов, а именно чем все завершится, на 100% зашифрован именно там, цитирую. Ответ на финал на 100% скрыт в выборе плейлиста, сказали Бенёв и Вайс в электронном письме For Record. Никто не поверит нам, но это правда. Также шоураннеры добавили, что данный плейлист был создан именно для фанатов, чтобы передать эмоции и так далее, но главное, чтобы дать разгадку, тем, кто сумеет ее отыскать. Что ж, я надеюсь, что это не троллинг от Бенни Вайсов, так что давайте же посмотрим, что там у нас за песни и какие основные версии концовок мы можем для себя определить. Ну что ж, вот два первых трека и сразу два возможных спойлера. Первое название Спи в огне, второе ее Черные крылья. Оба они могут быть отсылками к Серсе и ее страсти к огню. Теория о том, дескать, безумная королева в результате сожжет королевскую гавань к чертям, типа не доставаясь это никому, было предостаточно. Хотя, с другой стороны, огонь и Черные крылья, в той же мере, это может относиться и к Дейенерис. Ведь она же вышла из пламени, она неопалимая матери драконов, а ее детишки обладают черными крыльями. Так что первые намеки от шоураннеров довольно-таки расплывчаты, поэтому давайте искать дальше. Песни эмигранта, конец, девушка с северной страны, все это можно пропустить. Хотя, по поводу девушки с севера, это может быть как раз отсылкой к Арье, что придет на юг за Серсеей и Горой, они ведь до сих пор в ее списке. Ну или если взять более экстравагантный вариант, намеком на то, что в результате, когда все претенденты на трон перебьют друг друга или погибнут в Великой войне, Железный престол займет девушка с северного королевства, а именно Санса. Как вам такой расклад Санса на престоле? Знаю, что у многих сейчас челюсть оскоминой свело. Расслабьтесь, люди, это ведь пока что только предположение. Пока. Мамма Мия и армия семи наций. По поводу армии, я думаю, что намек на объединенные силы Семи Королевств. Воя для тебя, война и дай мне жить, ничего нового. Вот еще интересный трек «Волк как я». Думаю, это можно расценивать как еще один намек на то, что волки или точнее люто волки в последнем сезоне еще сыграет свою роль. А напомню, осталось их всего два, «Призрак» и «Немерия». А вот уже какой будет эта роль, тут большой вопрос. Но мы с вами все еще не накопали того, что же может быть прям жирным спойлером финала. Ведь послушая льва или волки зимы, неплохие отсылки к двум главным великим домам, не считая Таргавенов, правда, чью схватку мы ожидаем, и все же не то. А вот, наконец, то, что привлекло мое внимание, песня под названием «Маленький монстр». Очень крутое название, которое может символизировать сразу несколько потрясающих разворотов финала. Ведь смотрите, именно из младенцев Король Ночи создает своих иных. А тут в Семи Королевствах к финалу имеется сразу три потенциальных кандидата на получение звания «Маленький монстр». Видели, правда, мы пока только одного. И все же, это, как вы, думаю, уже догадались маленький Сэм, ребенок Лилии и Крастера, который должен был пополнить ряды белых ходоков, но судьба распорядилась иначе. Мы уже с вами обсуждали теорию, исходя из которой, возможно, именно ребенок, не ставший иным, нарушил нечто в балансе силы или в древнем договоре людей и силы за стены, по сути став, если не причиной, то как минимум катализатором того, что вся мощь Короля Ночи, и он сам двинули всем Королевствам. Мы уже говорили, что, возможно, после бегства Лилии с младенцем что-то пошло не так, и Король Ночи утратил возможность создавать новых иных, ну или, как знать, может быть и вовсе, маленький Сэм должен стать как бы новым перерождением Ночного Короля, которого, сам того не зная, растит и оберегает Большой Сэм. То есть, вот вам один вариант концовки. Смыслом всего, оказывается, неприглядный ребенок Лилии, он же в результате превращается в нового Короля Ночи. Ну есть у нас еще, правда, пока чисто гипотетически, два других ребенка, появление которых все ожидают в последнем сезоне. Это ребенок Серсея, о котором Джейми, а вместе с ним и мы все узнали в конце прошлого сезона, ну и пока еще существующие лишь в фанатских домыслах Дитя Льда и Огня, то есть ребенок Джона и Дейенерис. Давайте начнем с Серсеи. Не так давно сеть активно обсуждала теорию о том, что Серсея, дабы остановить Короля Ночи, или, возможно, по каким-то другим причинам согласиться отдать ему своего ребенка, как дитя королевской крови, безусловно, имеющие очень сильные свойства. И тогда уже у этого ребенка появляются все шансы стать новым Королем Ночи или маленьким монстром, как поется в песне. Ведь вспомните хотя бы кадры из трейлера восьмого сезона, когда Серсея бухает винишко со слезами на глазах. Тогда все решили, ага, пьет, плачет, значит, ребенок ее тю-тю, выкидыш небось произошел. Но что если нет? Что если к тому времени королева уже родила своего наследника или наследницу? Мы ведь в конце концов не знаем, какие временные рамки будут у восьмого сезона. Но понимает, что ребенка придется отдать от того, и слезы льет, запивая все это вином. Ну и в завершении детской темы, так сказать, ребенок Джона и Дейенерис, который, правда, не только не родился, но даже и намеков на него пока еще не было. И все же, было бы очень круто, если, скажем, вместо спасителя мира людей, ну типа Детя Льда и Огня, наследника двойки главных героев и так далее, если вместо этого у Джона и Дейенерис родилось бы нечто ужасное. Ведь смотрите, Джон технически уже живой мертвец, ведь он был убит и воскрешен вновь при помощи чар. Да, пусть и не таких темных, что использует Король Ночи, поднимая своих вихтов, и все же принцы плюс-минус тот же. Ну а Дейенерис, если кто забыл, по большому счету, также переродилась в пламени, а это подразумевает, что прежде она умерла в нем же. Так что теоретически у этих двоих, которые формально оба не то, чтобы прям совсем живы, у них может родиться и нечто неожиданное или страшное, как и говорится в песне, такой вот жутковатый финал. Ну а я что-то увлекся, давайте лучше посмотрим, а что там еще у нас осталось. Мне, например, нравится вот это название Корона на земле. В принципе, оно как будто подтверждает старую теорию о том, что в финале Семь Королевств просто-напросто распадутся на отдельные части, как это было еще до завоевания, а может и вовсе трансформируется в нечто другое. В любом случае, Короны, Железного Трона и прежних династий в Астеросе не будет, вот вам и Корона на земле. Ну и, конечно, не могли мы пройти мимо названия Маска из Мертвой Кожи. Что это, если не очень жирный намек на безликих и как минимум на то, что Ария в финале еще раз, а может и не раз, воспользуется приобретенными в Черно-белом доме знаниями. Как минимум для того, чтобы подобраться к Серсе и убить ее, о чем мы уже вспоминали в начале нашего видео. Ну и если взглянуть немного шире, то, может быть, в восьмом сезоне нас с вами ждет возвращение безликих. В конце концов, они до сих пор так и остаются одной из самых загадочных частей Ребуса Льда и Огня. Ну и еще парочка интересных вариантов. Волк-убийца это, в принципе, во все ту же копилочку теории о лютоволках и их значении в финале, а также Рожден для Величия, Золотой Лев и Любовь Слепа. Все это вполне может указывать на взаимоотношения и, возможно, династические претензии основной тройки претендентов на трон Джона Дейнерис и Серсей. Ну а где, черт возьми, ответ на вопрос финала восьмого сезона? Чем же все закончится? Однозначно сказать сложно, из того, что я лично разглядел, мне кажется, что у нас много намеков на возвращение безликих или как минимум на то, что Ария вновь наденет чужое лицо. Второе, сразу в нескольких треках и их названиях сквозит намек на то, что в результате никаких семи королевств вообще не будет. Ну и третье, как мне кажется, тоже очень важное, это недвусмысленная отсылка к роли детей, уже имеющихся в сериале маленького Сэма, а также нерожденных наследников Серсея и Дейнерис Джоном и их связи с нашествием иных. Как мне кажется, это главное, на что сейчас стоит обратить внимание, говоря о концовке, да и кстати, оказывается, что с большой долей вероятности о настоящей развязке не знают даже сами актеры, которые вот уже столько месяцев к ряду все нас ею интригуют. По крайней мере, такие заявления сделали все те же шоураннеры Дэвид и Дэн. Актеры думают, что знают конец, потому что они все были здесь на чтениях сценария, сказал Бенё все тому же ресурсу Digital Spy. Но это не значит, что мы не используем обман время от времени. Он также добавил, у нас был некоторый успех с точки зрения сокрытия вещей, но актеры определенно все считают, что они знают, как этот сезон закончится. Думают они знают, верят, что знают. Что же, сложно сейчас сказать однозначно, что именно имели в виду шоураннеры, удалось ли им в самом деле ввести актеров в заблуждение, либо же Дэвид и Дэн просто лишний раз пытаются навести тень на плетень. В принципе, учитывая тот уровень секретности, даже внутри самой команды, который был на съемках, я допускаю, пусть и небольшой, но шанс, что шоураннерам удалось как-то все вывернуть так, что при конечном монтаже картина вышла слегка другой, чем все ожидают. Но при этом, возможно, они просто стараются в очередной раз нас всех запутать. В любом случае, ссылку на их плейлист я оставлю в описании к видео, обязательно посмотрите, возможно, у кого-то родится мысль, до которой я не додумался. Ну а уже завтра ждите мой обзор первой серии восьмого сезона, так что прямо сейчас пришло время подписаться на канал и обязательно нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Спасибо всем за просмотр, скоро увидимся, пока!